Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян намерен подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил 20 мая в ходе заседания армянского правительства. По его словам, в настоящее время ведутся трехсторонние переговоры с участием России, Армении и Азербайджана. Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. И если Азербайджан выполнит эти договоренности и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу, сказал Пашинян. Вместе с тем он добавил, что не хотел бы раскрывать детали данного документа, так как переговоры все еще идут, и некорректно обнародовать рабочий документ. Напомним, что накануне экс-посола Армении в Ватикане и зять экс-президента Сержа Сергесяна Микаэл Минасян, обвинив Пашиняна в национальном предательстве, заявил о том, что работы над новым заявлением по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном завершены, и вскоре оно будет опубликовано. По его словам, исполняющий обязанности премьер-министра дал такие обещания президенту Азербайджану, Ильхаму Алиеву, о которых не знает даже вице-премьер Мгер Григорян, представляющий Армению в трехсторонней комиссии. Минасян заверяет, что Пашинян обещал провести окончательную демаркацию весной, а также предоставить коридор через Сюник-Зенгизур, однако не может сдержать слова из-за назначенных на 20 июня выборов. В соответствии с новым заявлением будет создана комиссия, которая установит правила игры для новой и окончательной демаркации между Арменией и Азербайджаном. Демаркация будет основана на трех принципах – картах СССР, географической целесообразности и реальной картине на момент демаркации. Последний принцип будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Армении, поскольку очевидно, что Азербайджан будет решать, в каком случае какой из принципов применять, отметил Миносян.